Традиционное аппаратное совещание областного правительства началось с разбора полетов, а именно с рассмотрения некоторых критических публикаций, вышедших в местных СМИ в конце прошлой недели. Одна из статей на одном из ульяновских порталов касалась общеобразовательной школы в Старой Майне, которая якобы нуждается в срочном ремонте и находится в аварийном состоянии. Школа номер один в аварийном состоянии. Мало того, что, не поставив никого в известность, начали этим заниматься, так довели до всех крайне искажённую информацию о том, что школы закрываются со всеми вытекающими последствиями. Ещё одной темой для разговоров послужила статья, опубликованная в Молодёжной газете, куда обратились за помощью жители села Ляховка Барышевского района. По их словам, в населённом пункте уже давно нет освещения и сотовой связи, а недавно отменили единственное средство связи с внешним миром – рейсовый автобус. Теперь единственный способ жителей добраться до районного центра – это вызвать такси за тысячу рублей. В местной администрации на просьбы сельчан лишь развели руками. Вы, видно, коллеги не услышали меня о том, что я неоднократно уже вам говорил, в том числе на одном из аппаратных совещаний о том, что если вы не начнёте заниматься проблемами, которые волнуют людей, не спуститесь с небес, значит, из своих там тёплых протопленных кабинетов и домов, то, конечно, значит, люди просто окончательно от вас отвернутся со всеми вытекающими последствиями. Глава региона поручил пресс-службе правительства переформатировать работу с критическими публикациями в СМИ, обратив максимальное внимание на социальные сети. Также особое внимание было уделено содержанию дорог и крыш в чистоте, а также подготовке к весне. Сергей Иванович напомнил коллегам о том, что уже сейчас стоит задуматься о подготовке к паводковой ситуации и спрогнозировать возможные места подтопления. Через две недели губернатор обещал провести профильную комиссию по данному вопросу. Очень важно в условиях завершения уже, постепенного завершения зимы, посмотреть на эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости. И я ещё раз напоминаю о том, что с вас никто не снимал обязанности очень серьёзно заниматься вопросами охраны здоровья в муниципальных образованиях. Во второй половине зимы увеличилось и количество заболевших гриппом и ОРВИ. Министр здравоохранения и социального благополучия Павел Дегтярь проинформировал, что в аптеках Ульяновской фармации в полном объёме присутствуют противогриппозные препараты. В целом хочу доложить, Сергей Иванович, что на лекарственное обеспечение в 2017 году из всех уровней бюджетов выделено 1,273 млрд рублей. На сегодняшний день в 2017 году уже обеспечены бесплатные рецепты на 17,770 млн рублей как по региональной, так и по федеральной льготе, так и по семье высокозатратным нозологиям. В целом же за 2016 год розничные цены на лекарственные жизневажные препараты выросли на 1,9%. На другие же лекарства зафиксирован рост цен в районе 8%. Дарья Сударева, новости Ульянской правды.